Здравствуйте, дорогие друзья, наши зрители. Сегодня в студии Тюменской области сегодня Андрей Николаевич Чемизов, автор книги «Будущее освоение Марса или заповедник Земля» и ряда других книг, я думаю, о которых он сам сейчас и расскажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, «Будущее освоение Марса или заповедник Земля». Расскажите пару слов буквально об этой книге. Я знаю, что у вас есть еще другие книги на эту тему. Вам слово. Когда я начинал писать эту книгу, я сначала обсуждал с дедушкой, потом, как будет в будущем устроено здесь на Марсе. Это был в 2002 году. И в начале 2003 года, когда он умер, я начал писать эту книгу, и у меня как бы совместно с ним ее содержание, получается так. Ну и после, ну, в процессе написания этой книги, я писал письма в «Роскосмос», мне приходили ответы с повышенным обзором. И вот это, наверное, это то, чтобы закончить, наконец-то написать, нельзя сказать, за следующую книгу. О своей новой книге, оно мне рассказывается о своей новой книге, на цепь первой книге. Там у нас, значит, и идет практическое использование. Если дополнить шире название, скажем, то это полно масштабное, экономическое, свое выборное отчерпение. Так, чтобы это можно было сделать без каких-то уважений со стороны частных или государственных. То есть даже можно начать это просто используя те возможности, которые в будущем будут представлены. Достаточно было одну-то машину, на которой его находят. Ее можно для того, чтобы начать. А, давайте такой момент. Вы сказали коммерческое отсвоение Луны. Что вы вкладываете в это понятие? То есть, что именно, как именно должно развиваться это со стороны? Ну, для меня главная задача, я ее вложил, вот в синопсисе, вот в теме Луна Маск, который я делал, в синопсисе, специально, в таком виде, подалжиками, было понятно, что задача очень большая, огромная, наверное, ну, надо было даже зачитать, ну, вот, а чтобы как-то подступить к решению этой задачи, она, наверное, вращительно на тысячу лет. у меня есть совершенно конкретная программа, с чего начать, о своем уме, с таких, при помощи таких возможностей, средств, ресурсов для этого. Для этого не надо было куда-то просить какую-то государственную поддержку, ну, она, конечно, не видит финансов. У меня задача такая, я хочу решить такую задачу, чтобы можно было это сделать. Грубо говоря, насколько я понимаю, вы пишете, скажем так, руководство к действиям. Да? Да. Здесь у вас написано будущее освоение Марса или доповедник Земля, книга предназначена для будущего поколения россиян. Речь идет о 23 веке, она у меня о 2200 годе и следующая книга «Новый Марс» она у меня идет о 2200 годе, но я их писал там в течение 15-2013 годов до конца, ну, как-то 17-го, начале 18-го, а не ездил на ингредиоры, хотя и для «Нового Марса». Но, такое ощущение, что, у меня не существует в этом же мире, и я думаю, не могу. Для меня главная задача, как бы, чтобы решить то, что я предлагаю, мне нужны контакты с людьми, мне нужно, чтобы закончить общение с контором. Ко мне письма приходят из российской академии МОО, из подвигностей микроскосмосно-организации МООВа, Валочкина, РК «Энергия». Письма приходят генеральных конструкторов от российской академии, письма от лица президента российской академии МОО, Евгения Коран, год назад. Смотрите, у меня такой вопрос к вам, то есть, в принципе, история это об освоении Земли, о освоении Марса, Луны, ближайшего, так скажем, космоса, она, ну, скажем так, многими затрагивалась, в том числе и фантастами. Как вы относитесь к людям, пишут о том, что это будет какая-то купольная, купольные какие-то варианты, колонизации, еще какие-то варианты, что вы можете сказать о творчестве фантастов с этой точки зрения? Помимо купольных городов, ну, если нравится, пожалуйста, у меня есть проектики купольных, нормы, и подземных, подземных, они больше подходят к вариантам, закапываться зимой, но везде приметы, где тяжелые условия, эти начали делать наши еще детки, в первом монастыре были подземными, они выглядели так же, очень тесные, узкие проходы, маленькие кельи, там, 2 метра квадратных, которые помещался в человеке на несколько лет, ну, примерно, через условия, может быть, значит, будут, сонтаны, создаются, в космическом условии, там, на космическом корабле, и, соответственно, на другой планете, то есть, люди заранее себя натурили, у меня об этом книга «Моноград» написана, вот я ее исторически перескутил, если что-то будет в будущем, то она обязательно будет в прошлом и в настоящем, а потом она переходит так, если у вас сейчас ничего нет, то в будущем ничего не появится, а в будущем вы вытекает из настоящего, а в настоящем и в прошлом. И у меня вот об этом книге «Моноград» вот я ее специально об этом тревоге «Моноградик», которая дается политически важной информации о том, что есть человек, какими навыками, возможностями своими неоджитых мест космоса он располагает. В общем, из трех рассказов состоит этой книга. Первый рассказ называется «Историческое обоснование» много разное. То, что было в прошлом, начиная с любого времени отчет вести. И вот «Петерская Вавра» тысяча лет назад она выглядела примерно как жилье посуденцев на другой поле или еще что-то. Приводится примерно советский монастырь, который создан специально примерно 500 лет назад. В таком месте, которое считается в общем-то министром, доступным, понятным. Ночь, нет практически жизни на этом не было. В этом месте вырос такой монастырь, где люди создали передовые промышленные технологии потянули 500 лет назад. И практически свой город они построили. И это все сделали монахи. такой вопрос. Смотрите, ну, конечно, само желание освоить другие планеты и побывать на них это уже интересно, но каково, по вашему мнению, практическое значение расселения человека, колонизации Марса, колонизации Луны, вот что мы получим в этом? Ну, началось, сначала, для начала нужно просто занять людей чем-то. Занять людей в огромной количестве людей, которые современные люди, все больше безработные, все то, что роботизация идет, автоматизация. Из этого происходят процессы, которые люди сходят в сумму большого, соцелом государственном политике оцене. Начиналось писать, вроде бы, было все понятно, начало 2000-го, 3000-го года, потом началась война в Иране, и из-за нее будут все проблемы на ближнем и дальше. То есть, решение демографическое? Если бы была бы работа для огромного количества людей, работа такая, которая приносит доход, для этого нужно просто какие-то не обязательно вложить в частном бизнесе постепенно расширяется. У меня проект составлен таким образом, что начинается очень маленькая лошадка, с первой лошадки, которую под силу делать даже малым предпринимателем, для этого нужно просто организовать кошель, лошадки. Одно единственное, когда это появится в ближайшем году. На массе есть мусорсоходы, которые работают, тоже могут использовать, там задержка сигнала не менее 20 минут, на лошадке задержка сигнала 2,5 секунды туда и полуочередные пользования находом, то есть кошель. Плюс там еще такие мероприятия, которые разгревают этот интерес и у меня и как это организовать и как выстроить очередь, у меня все это, я это в этом весне изложил месяц назад. И отправил генеральным директором Булгаловичкина и он прислал ответ о том, что федеральные программы пока еще даже никого находят. И они я имею в виду Российская Академия Моярук, Роскосмос, научный Субтехнический Совет Роскосмоса, они вместе собрались в связи и решили, что они проведут совещание по этому вопросу а сегодня у меня 21 первая новость появилась в начале второго ноября 17 ноября появилась вторая новость об этом о чем там договорились вчера прошло и там уже конкретно описано перспективу в этом не просто как раньше было когда отправили человеку на огромные средства там была цель быть просто там первым это было бы это было бы полиция совершенно другая цель должна быть поставлена дать работу огромного количества людей работают здесь фактически работаю на земле потому что это же у меня я не собираюсь отправлять даже на луну и у космонавтов я не собираюсь потому что это мой день 50 я хочу начать прямо сейчас но у меня это вполне может подождать да скажите вам такое имя как Илон Маск знакомо как вы оцениваете его стремление отправить уже буквально в обозримом будущем людей на Марс создать первую колонну и насколько я понимаю что эта отправка означает для них взять в один конец как вы относитесь к подобным мне нравится как подают и располненные будут здесь стараются подать примерно такие же люди были сто лет назад они писали об этом клиенте не было предприятиями пытались ее создать гаража строить гаража строить гаража гаража но у них были точно такие же идеи за 100 лет ничего не изменилось мне нравится человек который мечтает хорошо работает и он делает что-то наше часть задуманного по-другому где есть возможности для этого предприятия есть есть другая возможность в пользу справ гражданина внести предложение Роскосмос и администрацию президента они уже пересылают предложения государственным предприятиям и полулавочками вот эти предложения рассматриваются и по ним проходят но меня конкретно в это дело не будет понятно смотрите одно ваше конкретное предложение уже прозвучало это можно еще несколько таких ярких примеров которые вы вложили в свою книгу какие еще конкретные действия можно сейчас это самая идея расписывается в виде книги и какая дальняя перспектива как ее реализовать все оно не излагается в этих книгах ну по торшебингу вон охота у меня есть специальный сайт вконтакте с вон охоте группа вконтакте с вон охоте я ее месяц с другими тремя группами организовал но не могу привлечь в первых я объясняю кого это привлекает я просто не записываю то что происходит то что происходит и то что значит как я пытаюсь реализовать и какие результаты из этого получаются я на этой странице записываю покошение на ходах по этой теме как с чего начинать такой первый шаг и как будет реализован без уважения государственных участников инвестиций даже без риска просто достаточно отправить вон охота отработать свою программу останется остаточный ресурс который обычно придумал какое ему новое задание это может быть используя коммерческая коммерческая эксплуатация находит как называемые и этому вопросу у меня есть как распределить по времени очередь онлайн эту сформировать для этого тоже много людей даже не надо нужно просто чтобы на уме появился вон охота а там уже дальше мы будем узнать когда он закончит свою научную программу а потом когда мы эту схему отработаем мы будем запускать инвестиции в большом количестве микро унаходы размер не имеет значения там такая местность нет ни животных любой предмет допустим модель грузового автомобиля в масштабе 1 50 она будет казаться как натуральная чем пока рядом человек не станет поэтому а унаход один унаход два гарбариты 4 метра 2 метра очень сложные тоже можно было использовать для начала этого процесса а потом уже есть ну как бы минимум находит машины небольшие размеры а я потом ищу микро но все главное количество задач строительства охраны дорог все можно было без проблем лабираться с одной точкой выполнить строительные задачи построить дорогу не застревали там же было такое что застрять проблема в том что застряли они делают ходовую часть изобретают изобретают а потом застревают первая лунаходность я спрашивал интересовался солист а китайский застрял через и задача должна быть не то чтобы побольше сделать проходимость а потом уменьшить саму саму модель но добавить проходимость для того чтобы коммерческая модель очень маленькая это даже не обязательно скрывать от кого-то она может проверить на любом типе дорог ну это не дорог он проверен в течение 20-30 лет это шасси которое проходит везде максимальная активность нет смысла запретать что-то подобное для лунахода хотя они пытаются испытывать все конечно его нужно доработать взять модель уменьшить и делать радиоуправлять ну так можно управлять при помощи мобильного телефона при помощи игровой при помощи аватарной модели так я его посмотрел год или два года назад у меня до этого робот Федор который управляется при помощи роботом если его уменьшить 100 раз допустим он тоже не поймешь что я выберусь и работать может как человек максимально активно уменьшить чтобы он не потерял функцию задача такая чтобы и проходимость была и заряд энергии большой чтобы она не переворачивалась понятно смотрите у вас есть собственно говоря книга о Марсе о том как руководство действует по Марсу и есть книги о Луне что вперед по вашим все таки Марс или Луна книга называется освоение Луне 21 я перевернул уже о освоении Марса 23 все что там может быть реализовано у меня все это описывается и это описывается для того чтобы можно было понять какой 20 лет как подобрать работу так чтобы можно было к этому прийти какие должны быть сейчас шаги через 20 лет и конечно в итоге Марс должен быть подобен земля закрывается заповедник в котором люди живут внутри резервации а животное охранение находится снаружи и количество людей проживающих у есть они приезжают на планету у вас чистый воздух зачем маски что то такое конечно не так смешно но если на земле будет проживать то если что то происходит на Марсе если что то происходит на Марсе дальше нужно переносить на рубежи так чтобы то есть по тому принципу по которому сейчас организованно на земле если мы живем допустим в городах то промышленность грубо говоря вот такая модель жизнь должна располагаться на поверхности сферы как на земле внутри земли жизни вот идея заключается в том чтобы создать галактические планеты внутри они запретят земля по тем же принципам где животные не охраняются промышленность ограничена она вынесена на периферию на периферию солнечной системы потом периферию так чтобы оно расширялось и расширялось а внутри оставалось поле чистых планет пожалуйста приходите отдыхайте и используйте их когда у вас нет других возможностей смотрите сейчас ученые стали уже заглядывать скажем так за астероидный пояс говорят уже о возможности изучения таких таких мест как допустим спутник европа и какие то еще по моему несколько спутников на которых тоже нашли вроде как воду даже есть вероятность что где то под поверхностью льда находится в жительном состоянии как что об этом об этом у меня книги рассказывается там несколько было посвящено едито европе 23 век и осваивается не одна планета осваивается солнечная система экспедиция на титан посложилась и такая же наше время экспедиция по времени по длительности по стоимости примерно такая же к этому времени и там это все описывается как люди путешествуют я об этом рассказываю там есть встречи с экспедициями которые летят с титана и делают минуточные посадки на марсе для того чтобы привыкнуть к земному протяжению на титан в 6 раз меньше чем на земле а на марсе в 3 раза меньше то есть они делают такую остановку для того чтобы постепенно привыкнуть земную реабилитацию что-то вроде современных барокамер для водолазных я знаю барокамеры есть просто программа реабилитации космонавтов которые после личного проявления невесомости пытаются создать человеку такую на москоп для этого экспедиция которая действительно ордет установку на марсе идет конкуренцию для участников для слушателей там экипаж рассказывает о том как они принимают туристов города уже есть для туристов солнце примерно как в Антарфиле сейчас мы население там 500 человек в другом поменьше примерно как в Антарфиле ну и там соответственно жизнь идет своим чередом и понятно все-таки получается насколько я сейчас могу судить это все-таки книга написана в художественном стиле да потому что я ее пишу для того чтобы ее читать дети они же это все делают если я буду писать его в доме самого будет не интересно мне хочется сделать то чтобы была художественная литература чтобы она была детская и одновременно практичная но когда это пытаюсь есть даже издательство которое либо то либо другое издательство либо либо пытаешься объяснить что в одной книге это все не отвечает ну понятно понятно издать того есть возможность бесплатно но чтобы распечатать деньги и чтобы продать для меня тоже чтобы контакты у меня контактов нет то есть я из одной страницы у меня что у меня сделано и такие идеи приходят почти что новое какие-то вещи придумываются и прятать то это потеряется конечно конечно не знаю у меня если честно вопросы уже заканчиваются в том плане что довольно много книги возможно у вас вы что-то хотите еще рассказать пожалуйста я возможно что-то тоже смогу подхватить я тоже уже почти закончился рассказ меня не всегда устраивает осталось как бы дождаться того момента когда мне будет предоставлена возможность еще выступить с каким-то договором я постепенно потому что я 15 лет не разговаривал не потому что не хотела потому что меня как бы прятали что-ли я не знаю это еще нужно установить у меня нет никаких возможностей что-либо проверить тебя например каждую неделю получаю какие-то статьи страны количество просмотров 14 тысяч за месяц часов ни одного репоста ни одного лайпа и непонятно откуда сделать просмотр в общем у меня зрители также у меня прям душат но я тушил открыт общаюсь ну в общем собственно говоря вот еще один скажем так большой шаг для вас это выход к нам к нашим зрителям спасибо вообще что вы пришли что вы рассказали нам о своей книге то надеяться это даст какую-то какой-то скажем так отзыв найдет отвлек среди нашей аудитории обязательно будем следить за вашей за вашим творчеством сообщайте тоже нам о том как у вас как у вас идут дела и возможно что через некоторое время мы с вами снова сможем встретиться поговорить о ваших новых достижениях меня радует что вы заинтересовались это дело потому что мало людей очень которые занимаются проект нашей вселенной команды созданы этим занимаются они пытаются в реальной форме подать весь материал люди игры игра про марс и они со мной интересно мне интересно общаться и они сами увидели одну мою машину захотели игры использовать с удовольствием а других людей пока ничего нет потому что очень мало регистрации умышления которые позволяют практически реализовать ну это весьма узкая тема во-первых нет даже такого жанра фантастики но вы как-то его и начали я не люблю фантастику поэтому я ее которая есть которая приближена к реальности но остальное мне не нравится поэтому есть это вопрос мне не нет не нет Станислав мне тоже нравится у него много вкладовое подвижение но здравая идея тоже есть в этих мирах но заимствование чужих я не использую я никогда не не заимствовал потому что у меня своего достаточно ну в общем наверное на этой мы будем прощаться желаем вам успехов и больше найти так скажем таких же людей людей готовых мечтать и готовых верить верить и думать о том как как будет куда будет двигаться потому что есть такая расхожая фраза крылатая именно именно мечтатели двигают прогресс когда начинал я был комиссий мечтатель сейчас у меня задача не только предложить но и сделать первое главное начать если удастся тогда процесс пойдет запустить процесс то есть вот это у меня интерес ну наверное все спасибо еще раз что пришли до свидания до свидания